Бобруйск принимает региональный форум государства бизнес-граждане. В конференц-зале гостиницы «Турист» обсуждают вопросы цифровизации промышленности, строительства и транспорта. Среди тем беспилотные электромобили, защита персональных данных, биометрические документы и внедрение облачных технологий. Цифровизация – это один из тех инструментов, который как раз таки позволит улучшить, оптимизировать, сделать более гибкое, более масштабируемое. И самое главное – производство, которое будет как раз таки очень умело постраиваться под нужды быстро меняющего рынка. Участников, руководителей предприятий и организаций Бобруйска знакомят с топовыми цифровыми проектами и использованием 5G. Здесь представляют уже имеющиеся в регионе наработки по внедрению технологий «Умный город» и перспективы их развития. Спикеры – представители министерств и ведомств, бизнес-сообществ и IT-компаний. Тематика форума выбирается, исходя из тех особенностей, которые есть в регионе. Непосредственно на Могилёвской земле мы говорили и в городе Могилёве про промышленность, логистику и транспорт. И здесь на форуме я сосредоточусь непосредственно на промышленности, как цифровизация попадает в промышленность, какие тренды есть в мире, ну и, собственно говоря, что наша компания делает и с чем работает. Бобруйск – продолжение форума, который накануне прошёл в Могилёве. Наш город, где насчитывается свыше 35 промышленных предприятий – от пищевых до нефтехимических. Первым из райцентров пожелал стать площадкой для цифровой региональной конференции. Мы реально долго обсуждали эту тему и высказали свою заинтересованность для того, чтобы после областных городов, именно в городе Бобруйске, мы провели этот форум, потому что я уверен, что люди, которые сегодня здесь участвуют, вынесут много чего интересного. В течение последних двух лет современная беспроводная связь повлекла прорыв в применении роботизированной и дистанционно управляемой техники. Облачный интернет подтвердил значимость в проектах с машиностроительными гигантами, в точном земледелии и совместной работе с Национальной академией наук. IT-эксперты надеются, что полученные знания помогут специалистам разных сфер быстрее получить бонусы от цифровизации.